Все правильно сделало советское правительство. И русский царь все правильно делал. И сегодня страна все делает правильно. Будете бомбить Донбасс, будем Киев бомбить. Выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Уж не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и в вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать, что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия, и, так сказать, нарушаете. Все, что можно, вы уже нарушили. Вы просто издеваетесь. Вы смотрите, вы здесь находитесь сколько уже? Пять лет. А наши политологи там находятся, журналисты, спортсмены, артисты, депутаты. Я под украинскими санкциями. Вы все запретили. Вы русские, вы заставляете отпечатки пальцев на границе делать. Это фашистская Германия не додумалась, так сказать. Вы закрыли русский язык, радио, телевидение, газеты. Все прекратили. Давайте вообще границу закроем. Все наши потомки через 20, 30, 40 лет будут безмерно благодарны тем, кто в 22 году решил окончательно вопрос войны. Чтобы больше ее не было, будут уничтожены все те, кто ее готовили. США, блок НАТО, Польша и так далее. Украина. Они будут нам благодарны, что Россия расцветет, останется единственной супердержавой в мире. И все будут учить русский, а не английский. И все будут, расчеты будут идти в рублях, а не в долларах. И наши граждане, наконец, получат нормальные, хорошие условия для жизни. А то, что вы про НАТО все вспоминаете, не забывайте, что они уже еще другой блок создали. Они сами понимают, что НАТО конец. Оно не нужно. Его нужно распускать. Уже другой блок. Аукус. Аукус. Вот он. Австралия, Британия, США. И там он направлен на Китай. Сколько тебе стукнет в 2025 году, это ты сам посчитай. Но только война будет и очень интенсивная. Но не могут англосаксы, и в особенности Америка, допустить германо-российской Европы от Лиссабона до Владивостока. Вы можете произнести это? Вы можете подойти к карте и понять это? Германия и Россия владычествуют от Лиссабона до Владивостока. А что тогда англосаксы делают? Они что, нам шнурки завязывают? Они нам кофе подают? Англосаксы что будут делать с такой Евразией? Им-то куда? Идти повеситься? Украина до поры будет просто взрывным механизмом передела Европы. Войны против Европы. Войны против России. Кончится Украина. Начнется заваруха в Белоруссии. Закончится в Белоруссии. Начнется на границе с Прибалтикой. Закончится на границе с Прибалтикой. Начнут наши говнобратья в Черном море. Те самые, помните, братья-братушки. Начнутся там провокации. Провокации будут идти постоянно, постоянно, всегда. Потому что нельзя допустить объединения Европы и России. Как говорил товарищ Сталин, нас спрашивают. А почему на 10 лет война, а не на 20 или на 30? Каюсь, ребят. 10 лет понимаю. А вот горизонта планирования в 20 лет у меня нет. Но не дорос. И в 30 не могу понять, что будет. Слишком многое поменяется за 20 лет. Ну а 10 лет мне понятно абсолютно. Нас будут гнуть, ломать. Совсем серьезно. Задача не только выстоять. Задача выйти окрепшими. Как это мы сделаем, я не понимаю. То есть я не знаю, как мы это сделаем. Но я знаю, что мы это сделаем. Иначе развалимся к чертовой матери. Никто не вспомнит о нашем существовании. Понимаете? А попутно нам придется навести порядок на Украине. Ну не сейчас еще. Не с ноля часов в воскресенье. Слушайте поменьше ахинеи. Рано еще украинская нацистская истерика, национальная истерика еще не напилась кровушкой украинской. Спустя пару еще лет войны. Спустя пару президентов в Киеве. Спустя с десяток еще минских встреч. Украинский президент очередной. Как упырь, булькая кровью своих сограждан, булькая кровью украинцев, напившийся упырь омерзительный. Будет готов подписать настоящий, не игрушечный мир, как сейчас подписан в Минске. Терпеливо ждем. Всего вам доброго.